Борная кислота, то есть бор, это редкозём. В почве его имеется недостаточное количество для растений искусственно высаженных вот на этом месте. Поэтому, чтобы восполнить этот недостаток, а зачем вообще бор нужен, сейчас скажу. Мы, значит, разведём сейчас борную кислоту и будем опрыскивать растения. Так что такое бор и на что он влияет? И вообще, что такое редкозёмы? Среди редкозёмов у нас это магний, это бор, это молибден, это золото, это серебро, это медь, это железо и так далее. Линейка бесконечная и серая, и правда их очень много. Но все это редкозёмы, то есть микроэлементы так называемые. Основные элементы – это азот, калий и фосфор. Их в почве имеется достаточное количество. Либо мы искусственно вносим с полным комплексным удобрением. Значит, обработав растения таким образом, мы заставим их буйно цвести. Магний отвечает за красоту цветов и ягод. Калий отвечает за плодоношение, защищает от холодов. Фосфор – это корнеобразователь. Азот – это образователь зелёной массы. Значит, молибден. Молибден, его меньше всего на белом свете в почве. Вот правда, это как будто не наше вещество, а завезённое на нашу планету кем-то. Все эти микроэлементы, они крайне необходимы растениям. Обычно происходит как в природе? Упала семечка, нет ничего для этого семечка. Либо вырастет чахлое и дохлое, а если есть, вырастет красивое и замечательное. И вы на это уже обращали внимание. Да, луговая клубника, дикая яблоня в лесу с такими кислыми яблоками. То есть, это место очень хорошее. Но здесь у нас интенсивная агротехника. Мы всё время меняем культуры. Они жрут и днём, и ночью. Поэтому восполнить такой препарат, как бор, необходимо. Кстати сказать, для свёклы, перед посадкой, под перекопку или под грабли, внесите чайную ложечку на квадратный метр, распылив по поверхности и граблями, слегка заделайте. Свёкла без бора очень сильно страдает, и у неё в серединке чёрное пятно образуется. Значит, развожу. Требуется всего столовая ложка или, как раньше говорили, спичечный коробок на 10 литров воды. Вот это и есть столовая ложка. Здесь полтора литра входит в этот опрыскиватель. Значит, не столовая ложка, а поделённая на 9, то есть девятая часть столовой ложки. Ну, это маленькая кофейная ложечка. Вот этого количества достаточно вполне. Не надо делать передозировку. Это ни к чему хорошему не приведёт. Лучше положите меньше, и вы будете совершенно спокойны за свои растения. Опрыскивание, конечно, нужно проводить всё-таки в пасмурную погоду. Но за погодой я просто её догнать не могу. То холодно там на западе, то жарко здесь невыносимо. Опрыскиваем тщательно, опрыскивая листья, желательно не попадая на соцветия, а уж тем более на цветущие плодовые ветки. Поэтому всегда очень аккуратно следите за тем, что делаете. Поехали! Опрыскиваем. Тоже мелкодисперсионно, попадая прям вот на все листики. Здесь ещё цвет только появляется. Надеюсь, что он не отвалится. Вот в серединке уже есть соцветия. Обойдём его. Можете за вечер опрыскать не один раз, а два-три раза. Аккуратненько так, чтобы подсыхало. Вы снова придёте, снова опрыскаете, и это будет правильно. Я перемещусь вот сюда, чтобы достать мне вот эти кусты. Препарат бор поможет растению сконцентрировать свои силы и заняться именно цветением. Поскольку томаты к июлю месяца должны уже плодоносить, а не только начинать цвести, вот как бы мы немножко подыграем природе. Не надо вмешиваться, как знаете, слону в посудную лавку, но помочь растению мы просто обязаны. Значит, и ещё хочу сказать, что это касается не только томатов, это касается и огурцов, это касается кустарников. Практически всех растений, которым вы хотите помочь. Всегда вне корневая подкормка. Мы не льём под корень этот препарат. Его надо очень и очень мало. Поэтому по листьям, по листьям там яблони, по листьям смородины это не противопоказано. Я продолжаю обрабатывать свои помидоры. Кроме того, что мы обрабатываем микроэлементами, такими как бор, по листьям растения, то есть вне корневая подкормка не в корень, а вне корня по листьям. Мы ещё должны думать о том, чтобы накормить томаты. Обязательно под корень. Что им нужно было дать? Вот тот замечательный дачный коктейль, про который я уже вам все уши прожужжала. Но в этом году мои помощники этого не сделали, поэтому помидоры перебьются, как я говорю. Но посмотрим, какой будет результат. Если он будет плачевный, значит в следующем году я это сделаю заранее. Это май месяц и он должен быть готов к середине мая. То есть мы делаем это 1 мая желательно. А крапиву, кстати сказать, которая туда входит, вы можете собирать всё лето. Сушите её. Просто сушите вениками и складывайте на баню или на чердачок своего дома. Или в тенёчек, где она не намокнет и где она там не коснётся солнечной лучи. И вы её рано весной, поскольку вот крапива всё-таки лучшая для этого коктейля из зелёной массы, вы сможете ей воспользоваться. Всегда вопрос встает именно, упирается в то, что а крапивы-то нету, но зелёная трава тоже подойдёт. Но я всё-таки рекомендую вам насушить крапивы. Ну вот на этом я закончу. Всего вам доброго и до свидания.